Здравствуйте, уважаемые садоводы и любители огорода. Предлагаю вашему вниманию свой опыт по выращиванию озимого чеснока. Первое. Чеснок высаживается за месяц-полтора до периода устойчивых заморозков. Сейчас погода стоит хорошая, и некоторые садоводы опасаются, что чеснок может произрасти. Нет, он не произрастет. Не только не из-за предсказуемости нашей, так сказать, сибирской погоды, но из-за того, что чеснок очень долго укореняется. Второе. Грядка готовится как минимум за неделю до посадки чеснока. Потому что если мы будем сажать чеснок, обычный чеснок, то при осадке земля может вытолкивать дольки чеснока. И, соответственно, он может при заморозках погибнуть. Третье. Чеснок садится либо в борозды, либо в лунки с добавлением речного песка. Песочком. Ложечки две. Чесночек. Потом сверху будет перегной. Расстояние между рядами 20-30 сантиметров. Между зубчиками чеснока в ряду от 7 до 10 сантиметров. Одновременно с чесноком высаживаются бульбочки. По площади, как семечки угроба, вот так вот развею. Сверху засыплю перегнуем. Поставлю, значит, поминалочку себе, палочку. Самое главное, не закосить его при прополке. Четвертое. Первая подкормка чеснока аммиачной селитрой проводится весной после схода снега. Удобрение носится в почву из расчета 1 столовая ложка аммиачной селитры на 1 квадратный метр почвы. Вторая подкормка через 2 недели после первой. При этом необходимо использовать удобрения, содержащие фосфор и калий. Третья подкормка суперфосфатами в конце июня. При второй и третий подкормках можно дополнительно вносить древесную золу. Пятое. Чеснок – морозоустойчивая культура. Сходы чеснока весной выдерживают заморозки до минус 10 градусов Цельсия. Шестое. Чеснок очень требовательен к поливу, поэтому во время роста следует его еженедельно поливать. Но за месяц до сбора урожая чеснок не поливается. Образующиеся стрелки или журавлики обрываются. Их можно использовать как в пищу, так и для борьбы с вредителями в саду. Измельчив мелко полтора стакана, чтобы у вас получилось, стрелок, на 10 литров воды, сутки настоялось, можете поливать любые культуры против вредителей. Никакой опасности это не представляет. Огурцы, викторию, морковку, свеклу, все что угодно. Седьмое. Несколько стрелок остается на грядке для контроля созревания чеснока и образования бульбочек. Вот, пожалуйста, бульбочка начала трескаться и показывать семена чеснока. Вот эти бульбочки чесночные, которые у меня остались из нескольких головок чеснока, когда журавлик я не обрывал, вот я посажу и буду получать вот такой же посадочный чеснок, который даст нормальный урожай. Восьмое. После выкопки чеснок не обрезается, а сушится в теплом проветриваемом помещении. Обрезать, опять же, стрелки чесночные не надо до полного их усыхания. Для чего? Та же, как и луку, для того, чтобы в чеснок ушла вся, так сказать, жизненная энергия. Девятое. Для хранения в зиму отбираются нераскрывшиеся и неповрежденные головки чеснока. Воспоминание детства. Бабушка моя, царство ее небесное. Добавляла дольки чеснока, нечищенные, вот как в кожуре, они были, в муку. Что это дает? Это дает возможность дольшего хранения продукта, и чтобы не было в нем никаких вредителей. А бабушка еще у меня царя Николая II помнила. Вот, поэтому и Крым, и Рым, и войну прошла. А вот, так сказать, запасы всегда она перекладывала чесноком. Десятое. Грядка после выкопки чеснока засаживается сидератами. Целью это, скажем, не скажем так, она и есть. Это озвучившее удобрение, которое своей биомассой улучшает почву. Ну, а если будете использовать маслинечную речку, то она, ну, скажем так, улучшает патогенную структуру почвы. Она болезнетворных всяких различных микроорганизмов, именно микроорганизмов, она изничтожает. Всех вам благ, удачи. Давайте встречаться, давайте общаться на канале YouTube. Урожайная грядка РФ. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин